Час-пик в торговых центрах Химок выглядит практически по-прежнему. Парковки, кафе и магазины, конечно, опустили, правда, совсем ненамного. Таким образом, посетители то ли коротают время на удаленке, то ли совсем не боятся заболеть. Плохая новость для любителей фильмов на больших экранах. Кинотеатр в Мегахимке закрыт с 23 марта. Решение приостановить работы сети кинотеатров объяснили заботы о безопасности зрителей. Деньги за проданные билеты пообещали вернуть в автоматическом режиме. Расстроена. Посмотреть дома нечего, в кинотеатре как будто лучше. Всего несколько магазинов сократили рабочий день. В торговом центре закрыта детская игровая площадка и клуб по интересам. Отменены все массовые мероприятия. Увеличена частота и интенсивность дезинфекции контактных поверхностей. Увеличена частота вентиляции. Сейчас все вентиляционные системы работают просто на максимальной производительности. То есть все то, до чего дотрагиваются люди, проходит максимально увеличенную обработку. Общепиты округа констатируют, упадка в работе нет. В одном из ресторанов узбекской кухни, хоть и не застать полную посадку, но зато увеличился спрос на доставку. Есть, естественно, спад может быть на 5-10 процентов. Но это никто не отменял, потому что страх человеческий еще, я думаю, никто не отменял. Люди ходят, питаются. Доставка чуть больше, да. Казалось, что мы гостей много потеряли? Нет. Учитывая режим повышенной готовности, власти региона рекомендуют все-таки избегать места общественного скопления. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. За режим самоизоляции для них предусмотрели выплату в размере 3 тысяч рублей. Валентина Мордовина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.